И во Всемирном клубе одесситов прошла презентация, основанная на реальных событиях книги «Город Антонеску». Двухтомник передает историю двух еврейских детей, сумевших пережить Холокост в Одессе во время румынской оккупации. К сожалению, сами авторы книги не смогли присутствовать на презентации. Валентина Тырмос ушла из жизни две недели назад, а Яков Верховский задержался в Израиле. В планах румын было назвать этот город в честь маршала, в честь великого вождя народов Антонеску. Это не было осуществлено, это были только планы. Но они себя ощущали так, как будто бы они находятся в городе Антонеску. И наши люди ощущали себя так очень по-разному. Евреи, которых практически всех уничтожили, ощущали себя так, как они бы ощущали в Дахау, в Освенциме, где угодно. Очень часто подобные книжки, они достаточно серьезные, достаточно сухие и так далее. Это эмоциональная книжка. Это книжка глазами не только взрослых нынешних, но и тогдашних детей.